Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, я в пока еще солнечном Минске, и сегодня День Танкиста, Wargaming Fest. Естественно, меня интересует еда, я уже чувствую запах начащихся из фуд-траков. Давайте, пойдемте, попробуемте. Я возьму, пожалуй, Беконатор, возьму Путин Фри. Отлично, и датский хот-дог. И датский хот-дог, естественно. Да, все мне. Это выглядит очень по-домашнему, то есть несложная ингредиентура, так назовем. И это, в принципе, можно сделать дома, но зачем делать дома, когда можно купить прямо вот здесь? И это первый блюд на сегодня, мы только с самолета недавно и хотим есть, поэтому я думаю, что... Первому мы даю датский хот-дог, мы просто обалдеть. Вот, я обалдею от датского хот-дога прямо сейчас, и вы вместе со мной. Друзья мои, нас встречает очень веселый охотничий колбаска и датский хот-дог за 5 рублей. 5 рублей – это примерно 180 наших, потому что 1 рубль белорусский – это 30-32 российских. Поэтому хот-дог огромный довольно, то есть тут не пожалели ингредиентов. Может стоить смело и 200 рублей, то есть это цена, мне нравится. Позведи меня отличный надпись. Но диет хир, то есть никакой диеты здесь, и, как вы понимаете, сейчас мы лососнем эту прекрасную сосиску. Ммм, они еще коптят здесь сырок и коптят специальной грелкой сосиску. То есть, ну, это аромат гриля, вкус гриля и, конечно, хорошее мясо. Говядина плюс вина. Ну, ну, вот есть тяжело, то есть это довольно огромная штука, то есть ее сложно так запихнуть. Ох! Там внутри очень сочно. Обычно хот-дог, он суховатый, то есть, да, булка обычно жесткая, да, мясо бывает нормальное, но внутри всегда мало соуса. То есть обычно горчичка, кетчуп чуть-чуть, а здесь что-то невероятное. Ну, слушайте, здесь еще капуста, огурцы, кетчуп, в общем, куча-куча-куча всего за 5 рублей. Это вообще кайф. Путин фри за 7 рублей. 7 рублей это 250-230. В принципе, за такую большую бодейку недорого. Я думаю, что здесь просто картошка, но здесь очень много, опять же, мяса, то есть нарезанная колбаска. И прям овер дофига сыра, видимо, потому что тут моцареллу вижу и чеддер, кстати. То есть тут два вида сыра и куча-куча-кучная картошки. Слушайте, Путин хорош, так скажем. Опять же, сверху горелочка прошлись, то есть здесь идет небольшой вкус гриля. Картошки пока не почувствовал, потому что здесь очень много сыра. Это полноценное блюдо, но картошка здесь другая. Не как фри у нас, там такая бывает картонненькая. Здесь она настоящая, такая вот как надо. То есть вот из земли порезали, пожарили, все. Ну, типа, блюдо очень сытное, полноценное, основательное, и 7 рублей для фестиваля, для таких ингредиентов, ну, как бы это копейки, а не рубли. Ну, вот колбаска, что есть такое вот особенное. И реально вот другая картошка. То есть вы можете говорить там, что это стереотипы или что, но картошка здесь вкуснее. Как бы, к сожалению, для России, но в Беларуси, в Беларуси картошка вкуснее. Блюдо надо брать. Итак, это у нас беконатор, то есть огромный сэндвич с кучей лука, который, говорят, здесь изюминка, с кучей мяса и с большим количеством соуса. И, видимо, это чили, то есть необычный кетчуп, как может показаться на первый взгляд, потому что там есть вкрапление перца. Ну, 4 тостовых булки уже дают нам понять, что здесь очень сытно. Даже после Путина, после датского хот-дога, я считаю, что нужно попробовать это. И если уж не съесть, то понадкусывать. Оу! Огромное количество сыра. То есть вот тут моцареллы не пожалели. То есть вот между двумя нижними и двумя верхними булками идет, опять же, слой чеддера, слой моцареллы, что дает такую сытность, такую дает основательность. Вот реально сделали как для себя. То есть для своих людей за не очень, по меркам москвича, недорогую цену. Понятно, что для местных, возможно, это очень дорого. Ну, я просто не знаю, если вы из Беларуси напишите, дорого это или нет. Но для москвича, приехавшего на фестиваль, это просто подарок. То есть этим можно наесться там на полдня и кайфануть. Можно очень долго про это блюдо говорить, но нам нужно переходить к новым. Я должен показать максимум. Пока есть место в желудке, я буду пробовать разные здесь блюда. Пока меня все устраивает. Заведение Карих, второе на сегодня. И это их топовое блюдо, солдатская каша. 100 грамм за 3,5 рубля. Сами посчитайте, сколько это в наших. В общем, мне тоже кажется, что не шибко дорого. Это как, знаете, в Европе евро, ну, 2 евро, это же не так много. А потом получается 40 рублей и уже накладненько. В общем, здесь перловка, шашлык и тушенка. То есть два вида мяса и такая плотненькая перловая крупа. Они сказали, что это все в Казани тушили. Я сказал, очень далеко ехало. Они шутку не поняли, потому что, ну, типа, Казани, в Казани. В общем, было очень смешно только мне. Поэтому давайте попробуем. Итак, сначала шашлычок. Мясо хорошее уже везде. И я понял, что перловка, конечно, не мой фаворит. То есть я ее очень давно ел где-то в босиковом детстве, в саду, в детском. А, не в летнем там и ни в каком другом. В общем, ну, солдатская каша, в принципе, не подразумевает того, что это прям будет супер изысканное блюдо. Должно быть сытно, плотно, хорошо. Пока что так есть. То есть мясо дает вкус и какой-то, знаете, понимание того, что это блюдо что-то стоит, а перловка дает массу, сытность и тоже главный вкус. Очень вкусно, приятно. Если бы от этого не съел три блюда, я бы, наверное, с большим удовольствием это ел. Солдатская каша в Карихе очень недурственна. И мясо не пожалели. Моя остановочка. Блин, сто метров, и мы еще поедим. Еще одно заведение, в котором мы сегодня что-то купили, это гастробар СК. И, друзья, мне это ни о чем не говорит. Я думаю, что местные жители знают, потому что там постоянные очереди. То есть это самая долгая очередь, которую мы ждали, чтобы купить еду. Это у меня шаурма. Ни шаверма, ни шварма, ни шаверма. Шаурма в шпинатном лаваше со свининой за 7 рублей. Она довольно большая. То есть я ее одной рукой не могу обхватить. То есть она вот прям... Прям шаурма, как надо шаурма. Лаваш не пахнет. То есть если сырный лаваш тоже там на 2% сырный вкус имеет, то есть можно сказать, что нету, так же и шпинат. То есть чисто цвет. Не могу сказать, что прям очень вкусная шаурма. Она нормальная. Мне не нравится тут мясо в плане жесткости, потому что свинина здесь жестковата, и оно в каком-то горьковатом соусе. Не пойму, что это такое, но вкус точно не шаурмячный, то есть не стандартный. Понятно, что стандартным идет курица, но даже если берешь нашу российскую с свининой, вкус другой. Здесь вроде как чеснок, но при этом есть вот этот мясной бульон, который дает новый вкус, но совершенно непривычный. Этой колбасенью можно наесться. Она съедобная. Кому-то очень понравится, но мне не шибко зашло, но не такой степени, чтобы как-то обсирать. То есть это просто не мое. Может быть вкусно, может быть недорого, но я бы не взял второй раз. Подытожим еду чуть попозже, а сейчас два шарика. Первый шарик – это мятное мороженое. То есть мятное – это одно из моих самых любимых видов мороженого. Один из самых видов. У меня уже все. Потому что мятка с холодом, она дает двойную такую силу. И после любого обеда, ужина, плотного, там вообще абсолютно всякого, хочется вот это вот вкусить. Вау! Думаю, сейчас будет только мята, а здесь еще и мороженое, все вкусное. Опять же, не знаю, что такое Пьемонт, то есть наверняка какое-то известное в Минске заведение, но их мороженое, по крайней мере, мятное, мне уже вкатило. Оно какое-то вот, как будто натуральное, какое-то без каких-то ингредиентов, левых, неправильных, фейковых, искусственных. Ох! Не, вы сейчас можете говорить все что угодно, что продался Пьемонту, продался Минску. Ребята, если вы это не пробовали и так говорите, то у вас нет морального права так делать. Если пробовали и вам не понравилось, то у вас нет вкуса. Мятное. Еще бы чуть-чуть сюда шоколадную крошку, вообще цены бы не было. А, кстати, цена за два шарика в рожке 5 рублей. Не хочется прощаться с едой, с фестивалем, с вами, но нужно. И у нас последний шарик мороженого из того же Пьемонта, называется миндальное с персиком. Очень редко бывает персиковое мороженое, и сегодня такой день, друзья мои, бинго! Удачи, лотерея, джекпот! Матвей! Матвей! Матвей не слышит, как люди его зовут, и не слышит, как я хвалю этот шедевр кулинарного холодного искусства. Миндаль отчетливо здесь играет. То есть мы чувствуем миндаль не меньше 50%. Но и персик, знаете, вот подыгрывает своими ворсинками на пухлых щечках. Вкусное мороженое. Спокойный, легкий персик, и вот основательный такой, такая нота ореха. Вкусно, тут ничего не скажешь. Если к шурме были вопросы по поводу жесткости мяса, по поводу грековатости соуса, то к остальным блюдам вообще ни единого. То есть мороженое, ну, просто одно из вкуснейших, которые я пробовал за последний год, наверное. Мясо здесь само по себе, то есть говядина плюс свинина в виде вот этих охотничьих колбасок. Волшебное, оно подкопченное, оно сочное, оно пленительное, оно яркое по вкусу. Каша, пускай и не изысканное блюдо, но понятно, для чего его делают, для кого и что тому человеку, для кого сделали, точно понравится. Слаймы, парфюм-бар, прям офигенно много всего. А там вобли-витоплясово. Если раньше были чувства смешанные, то сейчас только положительные. Более 100 тысяч человек пришло сегодня на фестиваль. Бесплатный вход, то есть для минчан, для жителей Беларуси, это просто такой подарок, такой праздник. То есть День Танкиста это вот то, что ждешь весь год. И Wargaming в этом плане просто, ну, просто короли. То есть я очень рад за наших, так сказать, братьев славян, что у них такое есть. Понятно, что в России тоже там есть ВК-фест и, в принципе, в большом счету, все из супер такого массового крутого. Но то, что сегодня представил здесь, и то, какие лица были воодушевленные, счастливые, яркие, радостные, это не передать ни камер, ни славян. То есть нужно здесь быть. Если вы белорус или живете в этой стране, то обязательно в следующем году приходите, приезжайте. Если вы из других стран, из ближайших, я советую тоже прилететь, потому что здесь есть, что посмотреть, что поесть, что послушать и чем напитаться, чем насладиться. Много слов, но, друзья мои, если бы я просто ел, было бы не так интересно. То есть тогда бы я был чувак, который просто ест. А так я чувак, который ест и рассуждает. Вы лучше всех. Ссылки в описании. Меня зовут Макс Брандт. Лайк, подписка, фигиска, комментарий. Пока.